25 ноября в Красноярске в концертной студии радио «Серебряный дождь» пройдет уже вторая по счету «Медиа-ночь». Красноярцы смогут буквально прикоснуться к работе журналистов и корреспондентов средств массовой информации. В этом году темой «Медиа-ночь» станет феномен русского языка. Более подробно об уникальном мероприятии нам расскажет заместитель руководителя агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края Юрий Тишков. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Рады приветствовать. Ну и начнем, наверное, сперва. Почему выбрана именно такая тематика этой ночи? Ну, мне кажется, да и не только мне, наверное, а многие это чувствуют, что феномен такого понятия, как русский мир и роль самого русского языка на всей планете огромна, во-первых. Во-вторых, в последнее время в «Медиа-среде» очень много споров ведется о том, какая технология победит какую, какие там в мире основной информации выживут, какие уйдут в историю. Но нам показалось, что не вокруг этого должна строиться дискуссия, потому что, ну, неважно в конце концов, какие технологии победят. Раньше это были дискеты, потом CD, потом флешки, теперь это облака. Но начиная с пещерных времен и заканчивая сегодняшними днями, наверняка далеко в будущее, неизменным остается собственная информация, собственный язык, с помощью которого эта информация обменивается. Поэтому мы хотели бы не вокруг технологии, в этот раз Мериночка строить, а вокруг феномена языка. А какие локации будут посвящены этому? Ну, локаций-то будет множество, они будут сменять одна другую, про несколько из них расскажу. Будет там, например, локация, в которой каждый сможет набрать текст Виктора Петровича Астафьева под диктовку Дарьи Мусуновой, кстати говоря, на старинной печатной машинке, чтобы посмотреть, как это вообще. И на самом деле это довольно сложный труд для тех, кто хоть раз это пробовал. Ну, нажать не клавишу компьютера, а продавить клавишу машинки. Там можно будет попробовать перевести со старославянского языка, с древнерусского, отрывки из известных памятников в истории. Мы с повестью временных лет, ну и так далее, и так далее. Там можно будет прийти в студию телеканала Енисей, к примеру. Кстати, да, говоря. Да, одна из локаций будет такая выносная, не в самой студии Дождя, а здесь это соседнее здание, если кто-то не знает, как здесь на острове все располагается. И попробовать себя в роли ведущего, смотрящего в суфлеры, попытающего читать этот текст, который бежит перед глазами. Может быть, кому-то повезет, и ему удастся не столько даже в студии посидеть, сколько посмотреть, как эта телевизионная кухня работает. Потому что в какой-то момент начнется выпуск новостей, и можно будет пронаблюдать за этим прямо из аппаратной. Прямо вживую все увидеть. Да. Прекрасно. А относительно, например, радиоовещания, можно будет ли почувствовать себя радиоведущим? Можно будет почувствовать себя радиоведущим, зайдя еще в одну выносную локацию, в студию Серебряного Дождя, который тоже находится здесь, совсем рядышком, в этом же здании. Это раз. А во-вторых, у нас есть небольшой сюрприз, который связан с голосами радиоведущих, которых все много раз слышали по дороге на работу или домой, на радио, которое играет в машине. Но мало кто знает, что это за люди, как они выглядят вообще. И было бы интересно посмотреть на них. И вот такой сюрприз у нас заготовлен. Будет такая возможность... Нужно будет отгадывать этих людей или... Попробуем. Я сомневаюсь, что кому-то это удастся, но мы их, по крайней мере, покажем в деле. А какие-нибудь технические приспособления будут задействованы? Технические приспособления, я бы даже сказал больше. У нас в Красноярске есть передвижная телевизионная станция, ПТС телевизионочки называют, которая работала на Сочинской Олимпиаде. На сегодняшний день это самая современная ПТС в мире, потому что она создавалась специально по индивидуальному заказу нашей страны, для того, чтобы снимать Олимпиаду в Сочи. Вот у нас в таких ПТС работает у нас в Красноярске, и она будет снимать университет 2019 года. Вот этот ПТС мы задействуем для того, чтобы прямо внутри медианочи снять два медиапроекта. В одном из них будет участвовать губернатор Красноярского края, ну в другом, назовем его так, тайный, высокопоставленный очень гость, поэтому... Его тоже нужно отгадать будет. Да нет, я думаю, его все знают, просто не будем раскрывать все интриги сразу. И можно будет посмотреть, как работает эта команда, которая объездила уже всю страну. Я думаю, что для интриги, для телезрителя уже довольно много информации сказано, и те люди, которые хотят стать, ну может быть, капельку известней, наверняка уже готовы отправиться и узнать, собственно, куда и во сколько прийти. Да, прийти нужно будет... На самом деле, медианочь такое длинное, марафонское мероприятие, оно начнется в 7 часов и закончится глубоко ночью. Да, закончится оно... Ну вот, двигаться мы будем логически. От более образовательных просветительских мероприятий к более развлекательным. Мы закончим, ну совсем уж таким, не имеющим ничего общего с просвещением, но зато отличный драйв, сообщающий накануне выходных. Это будет концерт, в котором примут участие все наши широко известные журналисты, медиадеятели. Там Дима Болотов будет играть на гитаре и петь. Ну и раз он возьмет, а это редкие случаи, когда он будет играть. Да, да. Там будет Лена Попенко показывать, что такое йога на самом деле, а не то, что мы о ней думаем. Там будет Дима Барков петь, там будет Марина Мишневская, ваша коллега, которая очень много времени провела в этом диване в утре. Она будет презентовать свой проект Деду, который очень большой успех. В общем-то, творчества тоже хватит. Еще раз представим нашего гостя. Юрий Тишков, заместитель руководителя агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края. Спасибо большое.